А вот это прям какая-то фантастика, ехать в цветах. Там стоит у нас круизный лайнер. Тут у тебя взлетают прям вот эти кукурузники, парашютисты прыгают. Вот это то, что можно называть правильной велосипедной дорожкой. Да, и вот здесь едешь-ъедешь, и здесь просят спешиться. Короче, здесь типа зона не для катания. Здесь IT-компания типа там Google, Visa, ощущение классное ехать вдоль моря. Это выпуск я готовил еще до наводнения в Дубае. Идея заключалась в том, чтобы обсудить, как из Дубаи собираются сделать велосипедный город в следующие 15 лет. Обсудить городской план, сумасшедший проект The Loop и просто прокатиться, посмотреть, как сейчас обстоят дела в городе. Но случилось наводнение, и вот что стало с велосипедной трассой Аль-Кудра. Она проходит не по центру города, до Бурж-Халифы, от нее 60 километров, до Дубаи-Марины, где я остаюсь чуть меньше 50. Но все-таки, давайте к главной теме и к тому, как город будет развиваться с точки зрения велосипедной инфраструктуры. Я уверен, что в эти проекты будут вводиться изменения, исходя из того, какие коррективы вносит стихия в городское планирование. Если вам все же интересно посмотреть про наводнения, а не про велосипеды, про то, как в Дубае искусственно вызывают дожди, можете посмотреть отдельный у меня выпуск, по линку он будет в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выехал на Марине из своего дома. Показывается вот слева для пешеходов, справа велики, гольфкары, самокаты. Но показано 15 километров в час. Я просто выехал кататься. Здесь есть несколько велотреков. Я в прошлом году записывал видео, как мы катали. У меня есть про треки, где покатать на великах. А сейчас просто вот я выехал на Марине, просто, короче, катаюсь, смотрим, как, чего, где можно просто, просто, просто покатать. Не треньку провести, а просто так в удовольствие, скажем так. Посмотрим, куда у меня получится уехать. Марину точно можно проехать. Здесь 4 километра в одну сторону, 4 километра в другую. И тоже заканчивается набережная. Просто обрывается. То есть, вчера я катил, люди за мной пошли, а там просто тупик. Вот. И они такие, а куда нам идти? Я говорю, а все, разворачиваемся и обходим. Ну, то есть, тут такое присутствует. Идешь, 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 и раз тебе просто все, тупик, оборвалось все. В общем, я качусь, но указано 15 километров в час я справа могу ехать. В Европе с велодорожками как-то пожестче. Ну, в том плане, что если есть велодорожка, по ней едут велосипеды, люди не ходят. Здесь же, вот если как бы есть велодорожка, то тут плевать. Всем, что это велодорожка и что она для велосипедистов. Как и у нас, кстати, в Москве тоже, если есть где-то велодорожки, то по ним все ходят. Вот здесь та же самая история, поэтому ничему тут удивляться не стоит. На мой взгляд, все-таки велодорожки, они должны быть как автомобильные дороги, выделенные так, чтобы можно было по ним разгоняться не 15 километров в час, ну, что такое 15 километров в час, когда на велике по городу можно смело ехать 30, да? В Дубае утвердили вторую фазу плана развития города до 2040 года. Дубай амбициозно обещает сам себе и нам стать самым дружелюбным к велосипедам городом в мире, обогнав велосипедные столицы Амстердам и Копенгаген. У правительства Дубая сейчас не просто стоит цель понашлепать велодорожки на каких-то там непонятных улицах, а есть конкретная главная задача – сделать ходьбу, бег и езду на велосипеде одним из основных видов передвижения. То есть, если сейчас в приоритете водитель автомобиля, то в ближайшие 15 лет в приоритет будет ставиться пешеход. И инфраструктура должна обеспечивать удобство. Вот, допустим, в начале своего пути на Дубай-Марине я ехал по совместному с пешеходами тротуару. И каких бы велодорожек вы там не рисовали, все равно тротуар по-прежнему остается тротуаром. И велосипедист не может разогнаться из-за риска того, что кто-то выскочит на путя. Эту историю надо четко разделять. Вот, ребят, наглядно показываю вам. Просто я ехал, да, и все. То есть, тут все прерывается. Никаких указателей нет. Передо мной только что парень с собачкой прошел. Ну, так вот, до моста. Я доехал под мостом, все это дело прерывается. Сейчас надо как-то отсюда выехать и найти как-то путь. Давайте посмотрим на ключевую дубайскую инициативу, так называемый Dubai Cycling Track. Она включает в себя развитие сети велосипедных дорожек в различных районах города. Их объединение в одно целое. Главный и самый обсуждаемый проект The Loop. Проект станет самой умной инфраструктурой для езды на велосипеде и для бега в мире. 93-х километровое устойчивое вело-шоссе. Что здесь значит слово устойчивое, я, правда, не понимаю. Но после дубайских ливней и разрушений на Аль-Кудре, оно, как минимум, должно быть устойчиво к наводнениям. The Loop должен объединить 3 миллиона жителей. Это люди, которые поддерживают здоровый образ жизни. Напомню, что всего в Дубае и в его окрестностях сейчас проживает около 6 миллионов жителей. На Велохайвей должны обеспечить все ключевые услуги и места для пеших и велосипедных прогулок. Город должен стать самым связанным городом на земле, когда в среднем до любой точки можно будет добраться за 20 минут. Сейчас Дубай это автомобили. Дорожная инфраструктура по большей части не подходит для пеших или велосипедных прогулок. Районы надо соединить. В Велопетле планируют реализовать функцию климат-контроля, который позволит жителям легче переживать летнюю жару. Помимо велосипедистов не забудут и о других спортсменах и создадут дополнительные социальные пространства и спортивные сооружения. А вот какая красота! Вот куда я не доехал. Смотрите, вот он тот мост, где у меня прервался мой маршрут. Потом вот эту всю стройку я объехал, получается. И сюда опять приехал посмотреть, что же здесь такое. Называется это Дубай Harbor Яхт Клуб. Там стоит у нас круизный лайнер. Здесь понятно, что яхты здесь везде, по-моему, яхты. Здесь марина. Дубай-марина закончилась. И вот начался вот этот вот яхт клуб. А я продолжаю свое движение. И здесь, кстати, вот рядышком эта территория строится. Дубай Harbor, да? Дубайская гавань. Ухта! И там стоят, значит, куча столиков, кафушек, ресторанов. Все это за ленточкой. Я так понимаю, что здесь заканчивается вот эта вот стройка. Или что-то заканчивается. Может быть, стройка не заканчивается. Может быть, готовят к запуску вот эти вот кафушки. Ну, в общем, здесь тоже будет скоро интересно. Видно колесо обозрения. Видно, как здесь летают на парашютах. Проект также направлен на ускорение реализации городской инициативы 20 минут. Стратегия 20-минутного города подразумевает создание интегрированных сервисных центров. с необходимым оборудованием. Они позволят любому жителю Эмирата добраться до точки назначения за 20 минут пешком или на велосипеде. Для этих целей 55% населения Эмирата должны проживать в 800 метров от станций общественного транспорта или метро. Предлагаемая велосипедная сеть предоставит Дубаю самую умную и безопасную велосипедную сеть в мире. Здесь будут представлены различные виды инфраструктуры, которые в совокупности могут обеспечить более 1000 километров велосипедных дорожек. Большая часть велосипедной сети будет подключена к общественному транспорту. Взвышающиеся велосипедные дорожки предлагаются в районах, где недостаточно места для выделенных или общих полос движения. Различные типы велосипедных мостов соединят городские точки, разъединенные крупными автомагистралями. А здесь вот дальше стоянка круизных лайнеров. И еще вот тут взлетают самолетики для парашютистов. Вот сейчас покажу. Классно, очень круто, очень классные ощущения. Ты катаешься на велосипеде, тут у тебя взлетают прям вот эти кукурузники. Парашютисты прыгают. Тут лайнер круизный стоит. Не знаю, сколько этажей. Этажей 10 точно. Вообще марина и вот эта часть Дубая, это несплошные яхты. Мне кажется, они везде. Ранее управление по дорогам и транспорту Дубая, RTA, объявило о начале строительства новых велосипедных дорожек. Уже к 2026 году общая протяженность трасс для велосипедистов увеличится с 544 до 819 километров. По сообщению RTA, строительство велосипедных дорожек в некоторых районах завершено на 90%. Район Машриф. Там добавился новый 7-километровый участок, который соединил уже существующие дорожки в двух соседних районах. Таким образом, общая протяженность неразрывная веломаршрута сразу увеличилась до 39 километров. У меня на Марине круглосуточная 12-километровая трасса Дубай-Марина-Луб. Это более такой туристический маршрут. Он не для профессиональных велогонок, но очень круто вообще просто выехать, прокатиться по живописной гавани с яхтами. Можно остановиться, присесть в ресторанчик, выпить чашечку кофе. Очень круто. Но будьте осторожны возле торговых центров, потому что там висят знаки, нужно слезть с велика. Но в целом это не страшно. А вот как раз то, о чем я говорил. Ребята сразу с охраной подошли ко мне и сказали слезть с велосипеда. Вот начинается вот это Эмирейт Мол. Ой, Дубай-Марина Мол. Эмирейт Мол, это следующий. Тут они Мол и просто запутаешься в них. Да, и вот здесь едешь-едешь, и здесь просят спешиться. Короче, здесь типа зона не для катания. Ну что, пройдемся чуть-чуть пешочком, посмотрим на всю эту красоту. Очень хорошая погода, классно. Тепло, 25 градусов. Но сейчас ветра нет, потому что здесь есть... Бывает, когда 25 и ветер, да? А это немножко по-другому ощущается. Но сейчас прям идеальная погода, класс. Не жарко, не холодно, прям бомба. Почему многие не катаются ежедневно на велосипеде? Первое, многим страшно. Ехать по трассе откровенно небезопасно. Второе, нет коннекта с городским транспортом. То есть ты приезжаешь к метро, а тебе там говорят, до свидания, мальчик, с велосипедом сюда нельзя. Нет нормальных велопарковок. Не просто там нужен какой-то навесик, да? Чтобы была охрана, камеры или на коньяк нужно все это дело ставить под замок. Я как раз рассказывал, показывал подобную парковку в Сингапуре. И снимал ее. Вот можете посмотреть мой выпуск про Сингапур. Как там все это дело реализовано. Кому-то некомфортно после получаса велопокатушек заходить на работу потным. Вот как раз в Дубае на треках я как-то снимал в ролике, чем заняться в Дубае. Как реализованы бесплатные раздевалки, душевые, отличного уровня. И если бы, представьте, что у вас на маршруте было бы подобное, ну разве вы бы не взяли с собой сменные вещи в рюкзак и не поехали бы на велосипеде? Да уверен, что поехали бы. Велосипед должен стать не просто удобным видом транспорта, но и приятным. Вы должны получать от этого удовольствие. В велопрогулки или велопередвижение прежде всего должны стать приятным видом транспорта. Независимо от погодных условий. Де Луп представляет собой сдвиг парадигмы от инфраструктуры, ориентированной на автомобили, инфраструктуре, ориентированной на людей. А я уже отсюда вижу пальму. И у меня здесь цайкл трек велосипедный. Вот это то, что можно называть правильной велосипедной дорожкой. У меня скорость 30, но здесь разрешено 20 и указано много где. Экология. Друзья мои, сначала все хотели уменьшить объем двигателя в автомобиле. Выхлопы так называемые. Перейти с бензина на дизель. Потом сделать тачки электрические. Но все эти гонки автомобильных гигантов за экологичностью выглядят как какое-то... Все равно все это мегазаводы. Все равно надо заправляться или заряжаться. Все равно во всех процессах задействованы нефтяные и энергетические корпорации. Мой ответ всему этому. В-е-ло-си-пед. Вкладываешься только в вилотуфли и костюм с памперсом. А вот это прям какая-то фантастика ехать в цветах. Смотрите, видите, да? Что Дубаю даст The Loop? Нулевой уровень выбросов. 100% возобновляемая энергия с использованием кинетической энергии. 100% переработанная вода для орошения. Это для Дубая уже не ново и используется много где. Дополнительное удобство для жильцов. Здоровье и благополучие. Планируют даже создать вертикальные фермы для продовольствия. Я хочу добавить определенную нотку скептицизма к этому проекту. Дубайское метро, как пример. Оно открыто более 10 лет. И как там была одна ветка, так она и осталась. Хотя Дубаю ого-гошеньки, как не хватает других линий. Поэтому, как говорится, проект проектом. Но есть реалии и текущий опыт. Но тем не менее, уже предложено несколько фаз создания велоинфраструктуры. Вот я ехал, а наконец приехал. Cycle Track Jumeirah Beach. Смотрите, вот указатель сразу же висит. Вот я ехал по всем этим дорожкам разным. И вот сейчас, я думаю, начнется самый кайф. Мейер Корниш. Протяженность 14 километров. Все это расстояние едешь вдоль Персидского залива. Отель Burj Al Arab проезжаем. Без него никуда. От Jumeirah Beach можно дальше свернуть на Дубайский канал. И вдоль него доехать до велопарка на Дальшиба Cycle Park. Отличный маршрут. Прекрасные виды. Мост толерантности. На маршруте Business Bay. Вдоль пляжа была бомба прям. Конечно, вам стоит ожидать то, что будут выходить люди, которые купаются, которые с парковок идут, которые из кафешек. Но вид, просто сама трасса, трек очень крутой, очень классный. И сейчас я доехал уже до дубайского канала. Dubai Water Channel. Здесь еще дальше можно катить и катить. И здесь тоже одна из красивейших достопримечательностей. Это Tolerance Bridge. Мост такой прикольный, стильный. Везде висят указатели, куда ехать, куда идти. То есть, в принципе, потеряться очень сложно. Это вот на Марине, там, да, там. И когда съезжаешь с набережной, там можно потеряться. А здесь везде просто указатели. Надаль Шиба Сайкл Парк. Это парк, специально построенный для велосипедистов. Предназначен для любого уровня ребят. Как любителей, так и профессионалов. Можно кататься круглосуточно, 7 дней в неделю на своем велосипеде. Или же взять в прокат, если у вас нет своего велика. Аль Кудра, смытая водой. Я думаю, ее быстро восстановят и вернут велосипедистам обратно отобранные природой. 86 километров трасс сквозь пустынные дюны Дубая. По пути встречаются туалеты и кафе. Кроме песка можно встретить верблюдов и антилоп Ориксов. Национальное, кстати, животное в Арабских Эмиратах. Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах развивается маунтинбайки. Я сам не катался, но такое есть. Я делал выпуски про восхождение на Эмиратские горы. И вот в тех районах можно заняться и хайкингом, и маунтинбайкингом. Если вы только хотите начать кататься в Дубае, здесь есть куча велоклубов для начинающих. Куда вы можете вступить? Те же Dubai Roadsters. Существуют уже с 2000 года. Несмотря на то, что велосипедный Дубай, только развивается и расширяется, он уже стал домом для множества велосипедистов. Вместе они разрабатывают новые маршруты, устраивают марафоны и просто проводят классно вместе время. Я сам тоже катался в одном из своих приездов в Дубай с таким клубом. Можно поучаствовать в различных гонках. Есть UAE Tour. Известная гонка профессиональных велосипедистов. Ежегодно проходит в Дубае. Она объединяет лучшие профессиональные команды гонщиков со всего мира. Дубай Гранд Фонда. Соревнование на выносливость как для профессиональных гонщиков, так и для новичков. Я в Арабских Эмиратах не катался, но именно вот эту гонку не делал, но зато катался в России на Гранд Фонда. Spinnis Dubai 92 Cycle Challenge. Популярное массовое велосипедное мероприятие. Включаются разные маршруты, вплоть до сложной трассы более 90 километров. Дубай Райт. Для всех возрастов и уровней подготовки на велосипедах проезжаешь мимо самых известных достопримечательностей города. Доехал до Knowledge Village. Вот она. Я, честно говоря, ее уже проезжал, но по другой стороне. Здесь вот останавливаются трамваи. Вот, вот Knowledge Village. Здесь находятся учебные заведения. Вот вся территория. Посмотрите. И у меня компания, которая занимается зарубежным образованием. Плюс мы занимаемся видеомаркетингом, съемками. Я приезжал сюда, мы снимали универы. Снимали, знаете, инженерный департамент там, роботов всяких. Короче, что они делают. И если вам вообще интересна тема учебы, не только в Эмиратах, а вообще где угодно, вы можете посмотреть у меня второй канал. Smaps Education. Школы, если вам тоже интересно там, где угодно в мире. Мы занимаемся зачислением. Еще чем мы занимаемся? Мы занимаемся платежами. Мы занимаемся переводами из России за рубеж и из за рубежа, из любых стран в Россию. Поэтому тоже, если вам необходимо сделать какие-то переводы, вы можете к нам смело обращаться. Друзья, у меня пока все про велосипеды. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если вы видите этот ролик вместе со мной впервые, подписывайтесь. У меня много различного рода выпусков из разных городов. Я постоянно путешествую. Обязательно подписывайтесь и на второй канал. И увидимся в следующих выпусках. Пока и спасибо.